Начнем наш обзор дорожно-транспортных происшествий с аварии, которая произошла на трассе Уфа-Янаул. 42-летний житель города Благовещенск двигался в сторону Бирска и, управляя автомобилем Chevrolet Lano, совершил выезд на полосу встречного движения. Произошло столкновение со встречной движущейся автомашиной ВАЗ-2115 под управлением 30-летнего жителя города Уфа. В результате ДТП водитель автомашины Chevrolet от полученных травм скончался на месте. Водителя автомашины ВАЗ, а также двух его пассажиров госпитализировали, сообщает пресс-служба ГИБДД. На трассе Уфа-Оренбург 34-летний водитель Deo Nexie совершил съезд вправо по ходу движения и врезался в дерево. В результате дорожной аварии мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, также сообщает пресс-служба ГИБДД. Сегодня в 11 часов утра по улице Губайдулина 21-2 произошло возгорание автомобиля Chevrolet Niva. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки, сообщает сообщество БАЖДТП. При установке электрооборудования на свой автомобиль пользуйтесь официальными сервис-центрами. Небольшой пример того, что бывает на дороге в зимний период. Из-за перепадов температуры, каждый дополнительный километр в час на спидометре увеличивает риск попадания автомобиля в занос. К счастью, водителю на данном видео удалось удержать автомобиль от сноса на встречную полосу, где последствия были бы гораздо хуже. Видео, хоть и не из города Уфа, но должно быть антипримером для всех водителей. Несмотря на ошибку второго автолюбителя, первому стоило быть более сдержанным и не применять физическую силу. Тем более, что и наказание за такие действия может быть очень суровым, несмотря на то, что вы стали пострадавшим в ДТП. А мы еще раз напоминаем всем водителям, что большинство аварий происходит из-за невнимательности и превышения скорости.